Всем привет! Сергей Лось выслал мне неуловимую говносборку, которая скромностью не страдает. Встречайте, ребята! Windows 9. Сборку выпускают знатные забугорные говносборщики под названием... У них контора называется FreeWave SIS. Вот так она и называется. Может неправильно я выговорил, логопеды исправят. Сборки я их не очень давно ищу. Сборки выпускают и Ubuntu Edition, и macOS Edition, и много-много всего интересного. Добраться не могу. Вот эту сборку я искал около, наверное, месяцев четырех. И тут человек мне написал, что появились SID. Я просто счастлив, ребята, потому что это сокровище. Это топ говносборок, ребята. Нас встречает такой изувеченный инсталлятор. Ну, скажу честно, что здесь, по крайней мере, кнопочка не прыщ, а просто аккуратненький крестик. Здесь у нас, видимо, имя автора. Ну, я бы сказал бы, относительно, по сравнению с тем, что я видел, все еще, в принципе, аккуратно. Сборка 14-16, 4-го месяца, 16-го числа 2014 года. Windows 9 Professional. Нажимаем Next, и у нас началась инсталляция. Тоже, я бы сказал бы, все сделано аккуратно. Конечно, все сделано непрофессионально, как-то по-колхозному. Видите, вот этот значок какой-то такой страшненький, я бы сказал бы. Как будто наслоенный на что-то мутный. Тем не менее, я видел все гораздо хуже. Продолжим инсталляцию. У нас тут такой интерфейс, где можно выбрать дополнительные программы появился. Прикольно. Давайте для начала мы посмотрим, как все это дело у нас загружается. Написано Windows 9 Edition. Ну, и появляется, как, в принципе, принято у семерочки, эмблемка Windows. Что, скорее всего, говорит, что это Windows 7. Аэрокурсор, такой, как у семерки и висты. Так, запуск системы. Вот такой у нас рабочий стол. Что тут сказать? Можно только представить разочарование человека, который на самом деле подумает, что это Windows 9. Если это не Windows 7, я набью себе на плече русалку. Ну, или хомяка с попкорном. Банку с хреном ABC. Ну, или пачку пельменей русские. Что бы я ни устанавливал, что бы я ни делал, с разными сборками, с разными операционными системами. Если они сильно изменены, виртуальные драйвера на них не устанавливаются. Поэтому сейчас может не работать Aero. Здесь мы наблюдаем, что наверняка в системе присутствует Classic Show. Аналогично оно присутствует и в Internet Explorer. Какая здесь у нас версия? Одиннадцатая, последняя. Здесь мы видим надпись, которая говорит о том, что попасть на сайт мы не можем. Вероятнее всего, сайт сдох и новых сборок мы уже не увидим. То, что ссылка ведет на сайт говносборщиков, а не на оригинальный сайт, это кидает данную сборку в категорию особо злостных негодяев. Вес инсталлированной сборки почти 16 гигов, что очень-очень сильно много. Оригинальная семерка столько не занимает. Я вам даже так скажу, что минимальный размер установки для семерки 15 гигабайт. И после этого система даже может там жить. Для тех, кто сейчас подумал, что я все-таки установил дополнительные программы, нет, ребята. Вы увидите, что дополнительные программы я здесь не устанавливал. Для этого я вам покажу папку Program File CX86. Потом Program Files просто. Здесь только виртуальные драйвера присутствуют. Кстати, они установились и почему они не работают? Для меня большой-большой секрет. Ну это же сборки, чему удивляться, да? Хочу отметить, что здесь очень красивые значки. На самом деле, обратите внимание, насколько они прикольно смотрятся. Корзина, сеть, компьютер, ваша домашняя папка. Все, оно как-то очень даже неплохо ко всему этому подходит. Оно гармонирует между плоским интерфейсом и классическим выпуклым таким. Неплохо. Даже вот эти значки в трее, и то выглядит неплохо. Пуск у нас совершенно стандартный. Давайте зайдем в панель управления. Давайте мы зайдем в систему и традиционно посмотрим, перебиты ли копирайты. Перебиты, ребята, и нехило перебиты. Здесь у нас снова ссылка на сайт данного товарища присутствует. Здесь тоже. И здесь вы можете видеть. И здесь. При том, если у нас как бы не настолько наглые говносборщики, они когда не пишут там Вася Пупкин Корпорейшн, там Писька, там Интеркорпорейтед. Нет, такого нет. У нас просто там Битом Жора Дрюкин, например. А у них дошло до того, что уже они сайты мутят, пишут там Компани, Друмпани. И, кстати, очень чаще всего создатели подобных сборок за бугром там в Европе, США, это пакистанцы, индусы. Я не знаю, с чем это связано. Я не расист, ничего против этих данных наций не имею. Но почему-то это именно так. Интересно, создатели сборки Беслан не ищут меня для того, чтобы сделать из меня шашлик? Какие-то здесь панели управления страшные, перекошенные значки. Поэтому что-то здесь либо трудно найти. Вот, к примеру, программы и компоненты. Смотрите, они какие-то такие пиксельные. Знаете, что мне это напоминает? Помните видео про вирус Нэшту? Я вам рассказывал про этот вирус. Вот там как раз значки зараженных программ изображались в 16 цветах. Ну, вот тут как будто подозрение какое-то. Ну, хотя, скорее всего, просто ребята что-то хотели поменять, и у них не получилось. Здесь тоже, видите, такие угловатые, уродливые значки, как будто плохо вырезаны. Я думаю, дело здесь не в Нэште, а именно в том, что тема значков немножко ужасная. Зайдем в программы и компоненты. Как я вам говорил, что ничего лишнего я не устанавливал. Здесь у нас только Microsoft Visual C++, Network Work. Даже виртуальные драйвера не высвечиваются. Это говорит о том, что все-таки они неверно, неправильно установились. Посмотрим у нас обновления, какие здесь установлены. Надеюсь, хотя бы на 2014 год они актуальны. Это хотя бы как-то оправдает огромный вес системы после установки на ЖД. Ну, вроде бы много чего здесь есть. Смотрите. Актуальные обновления за 2014 год. Это хоть что-то. Все равно, как бы, ребята, считаю, что многовато. Видимо, где-то что-то не почищено, что-то лишнее. Или это метод инсталляции такой. Или, в принципе, здесь какие-то не очень хорошие изменения. Но так как сайт лег, и особо-то описание данной сборки подробного вы уже, наверное, не найдете. Мы многого и не узнаем, что здесь произошло. Что они делали с системой. Втроем они, вчетвером эта система делали. В каких позах это уже будет трудно узнать. Скажу честно, я разочарован. Я ждал большего. Я думал, здесь будет просто трешак. Очень сильный. Тем не менее, я могу вам объяснить, как эта схема работает. Вы закидываете подобный продукт в интернет. Нужно громкое какое-нибудь название. Ну, например, Windows 8.3, которая не вышла. Пишите, что это какая-то супер-пупер-бета. И любители мифов уже бегут это скачивать. Но тут у нас еще наглее. Windows 9. Народ качает. В принципе, ничего здесь нового не видит. Запускает браузер, естественно. И перемещается на сайт разработчика. Точнее, сборщика данного продукта. И сайт напичкан рекламой, всяким дерьмом. Естественно, каждый клик это определенная сумма денег. Чем больше скачает сборок, тем больше автор заработает. Естественно, это и просмотры, это и заработок на кликах, на рекламе и на многом-многом другом. То есть, человек зарабатывает реальные живые деньги. Поэтому не нужно думать, что создатели подобного продукта просто какие-то дебилы. Они взяли обычную семерку, нашли готовую тему оформления с названием каким-нибудь Windows 9, там, Comfort Pack. Установили все это дело. Засунули туда хренатень, которая может дополнительные программы устанавливать. И выкинули в сеть. Ну и хомячки на это все дело ведутся. И все довольны, все счастливы. Кстати, знаете, что найти не могу. Гаджеты не могу найти. Где он вообще их спрятал, я их реально не вижу. Что это такое? Explore EXE. Ого. На этом, я думаю, можно видео заканчивать. Уважайте свой компьютер. И компьютер будет уважать вас. Устанавливайте только правильные продукты. Всем всего хорошего.